Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь и в этом ролике мы с вами рассмотрим банную печь от компании Технолит Авангард 24 P2 Ураган Собственно, основная тема этого ролика в том, чтобы показать ее больше в работе, в интерьере но начнем мы по традиции, как всегда, с салона и немножко разберем ее технические особенности, характеристики это будет особенно актуально для тех, кто, возможно, еще не знаком, а уже подбирает себе банную печь Учитывая, что у компании Технолит разнообразие печей очень-очень большое то, если мы рассматриваем конкретно какую-то модель проще всего ее рассматривать с точки зрения ее наименования то есть, как ее производитель назвал, так последовательно мы разбираем, что это за печь то есть, первое, что мы узнаем, что это Авангард модельный ряд Авангард обладает своими особенностями исключительно свойственными только для него если делать отличия с другими модельными рядами там, Гроза, ГФС, Гром, Искандер но вместе с тем, стоит сказать, немаловажно, что чем больше проходит времени тем порой сильнее границы все-таки стираются и то, что раньше, допустим, могло быть только у Авангарда уже доступно и для других моделей если мы говорим вот об отдельных конкретных модификациях ну, например, вот то, что свойственно только Авангардам это их каменка то есть, каменка Авангарда выполнена таким образом, что, да, сама конструкция модели круглая, вот срез каменки и мы видим, что на каменке есть углубления и эти углубления, если мы повернем обратной стороной, они здесь уже с обратной стороны в виде выпуклостей образуются понятное дело, что когда у нас под каменку попадают языки пламени то вот эти части очень сильно и быстро со всех сторон прогреваются и когда в результате у нас в эти углубления попадает вода то она попадает, скажем так, в эпицентр высокой температуры в результате чего мы получаем очень качественное, хорошее парообразование похожая система есть из всех модельных рядов только у моделей Гром это премиальные модели, которые, в частности, используют уже для коммерческих бань но здесь она вот реализована в Авангарде в свое время являлось эксклюзивом то, что только Авангард выходил из дверцы P2 только у Авангарда в комплекте шли паровые пушки и только у Авангарда была, в принципе, круглая форма потом появилась чуть позже модель Искандер это что-то вроде Авангарда, но на минималках, более доступная модель Авангард представляет из себя модельный ряд печей внутри всей продукции завода, который отличается своими какими-то уникальными возможностями или характеристиками далее у нас идет цифра это может быть в данном случае 24, 30 или 40 это отвечает уже за мощность печи то есть 24, если мы читаем вот как здесь, в данном случае Авангард 24 то это до 24 кубов 30 до 30, 40, естественно, уже до 40 то есть это та мощность, до которой у нас рассчитана модель дальше мы можем видеть надпись P2 где P обозначает панорамное стекло 2 это модель стекла то есть было время, когда панорамные остекления и сейчас, в принципе, оно еще остается есть разных видов вот второй вид это последний, который был выпущен компанией он подразумевает наличие воздушной шторки то есть вот такой вот регулировки которая служит в качестве очистки стекла и позволяет стеклу в процессе всего использования модели оставаться чистым и последнее, что мы можем читать в полном названии это ураган ураган подразумевает такую колоссальную модификацию печи которая делает ее печью с закрытой каменькой то есть что это дает в комплектации ураган идет уже паровые пушки крышка, чтобы, собственно, создать закрытую каменьку дверка и стартовая труба полметра здесь у нас метровый шиберный модуль стоит и можно и лучше им все-таки докомплектовать модели почему? потому что чугунный шибер это вечный шибер и следующие полметра трубы также лучше брать чугунные почему? потому что здесь у нас на первом метре нагрузка очень высокая, тепловая и с одной стороны чугунные элементы дадут возможность максимизировать срок службы элементов с другой стороны, что немаловажно чугун минимизирует инфракрасные излучения а это также немаловажно и, в принципе, это очень важно, если мы хотим именно паровую баню получить немного о закрытии каменки что нам дает закрытая каменка вообще, для чего она нужна? когда у нас камень закрыт то есть, именно тот камень на который мы льем воду для того, чтобы получать пар находится в закрытой, этакой чугунной духовке мы понимаем, что он греться будет первое, быстрее второе, он греться будет эффективнее до более высоких температур вместе с тем и сама каменка будет греться быстрее и эффективнее что тоже немаловажно то есть, мы понимаем, что одной из особенностей, в принципе печей компании Технолит являются их вот такие толстые каменки что это дает? высокую аккумуляционную способность которая напрямую отражается на том, сколько пара в конечном счете может сгенерировать вам печь почему важна скорость нагрева камня? а тут, в принципе, все просто если камень у нас греется долго соответственно, у нас долго греется помещение чем дольше у нас греется помещение тем больше может быть вероятно что мы в конечном счете выйдем за те температуры, которые нам нужны для того, чтобы создать микроклимат паровой бани поэтому в идеале как, собственно, и предусмотрено производителем что на режим паровой бани печь выходит там за 45 минут в час активного горения то есть этого времени достаточно чтобы и камень прогрелся до оптимальной температуры плюс этого времени достаточно чтобы прогрелась парная до необходимых температур ну а почему важна сила прогрева камня? тут, я думаю, всем понятно чем лучше прогрелся камень тем больше пара он на выходе сможет дать естественно, здесь нужно сразу сказать что при закрытой каменке далеко не каждый камень туда подойдет потому что чем выше температура тем больше нагрузка на горную породу Если горная порода слабая, проживет она мало Если горная порода хорошая, будет лежать Поэтому одним из лучших наполнений для закрытой каменки в данном случае Это будет жиды, нефрит, подобного рода горные породы И также стоит сказать, что если мы приобретаем печь в комплектации ураган с закрытой каменкой Очень полезным будет взять дополнительный элемент То есть нарастить каменку, такое тоже можно Вы можете наращивать каменку по факту столько, сколько захотите Но лучше как минимум один брать, потому что если мы кладем сверху купа Мы видим, что пространство там относительно небольшое А дополнительным кольцом мы в принципе можем значительно увеличить пространство Значит больше камня туда заложить Следовательно больше камня прогреть, больше пара получить Тут все логично Ну и раз уж мы говорим о доп. элементах, которые можно приобретать к модели То сразу еще скажем про удлинитель портала Их тоже можно приобретать отдельно ровно столько, сколько вам нужно Но здесь мы понимаем, что нужно нам или не нужен Здесь мы отталкиваемся сугубо от технических особенностей при установке Если у нас перегородка большая, мы понимаем, что нам базового не хватает Мы докупаем еще один Если хватает, не покупаем Ну и также еще стоит упомянуть про каменку Порой спрашивают, какая каменка эффективнее Там грозы или авангарда У авангарда каменка тяжелее, аккумулирует она больше Следовательно пара дает больше То есть авангард с точки зрения теплоемкости лучше Плюс сама геометрическая форма модели Круглая она способствует тому, чтобы процесс горения протекал Более продуктивно, более эффективно прогревались все элементы Поэтому в принципе, если мы сравним две модели Авангард более эффективен будет Что же нам дают паровые пушки или же воронки Здесь их две, собственно, как и во всех моделях, где они идут по базовой комплектации Их две Значит, смотрите При обычной поддаче пара У нас как происходит Сверху лежит камень, он нагрет Мы сверху линули, сверху пары получили Сразу, в принципе, там что испарилось, вышло Когда мы поддаем в пушку Принцип паровообразования меняется на противоположный Вода поступает на самое дно В самую горячую точку Соответственно, пар начинает образовываться в самых горячих точках каменки И потом, по мере того, как он уже образовался и поднимается вверх Он проходит через остальные горячие свои камни Расщепляясь на более мелкую дисперсию И потом уже попадает к нам в парное помещение Мелкодисперсный пар Который, в принципе, и должно быть Не видим глазом Как это лучше всего использовать на практике? То есть, когда мы только зашли в парную Мы все-таки открываем дверцу и делаем залповые подачи Делаем в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить Но когда вы получили нужную влажность Вы можете закрыть дверку Открыть лючок И уже небольшими порциями поддавать в паровые пушки С маслами, с запарками, с чем хотите Тем самым поддерживая нужный микроклимат в парной То есть сначала мы микроклимат создаем с помощью залповых подач И уже с помощью паровых пушек мы его поддерживаем Сугубо так это работает В целом, если мы говорим о печах Технолит Нельзя не упомянуть то, что их отличает от других производителей Потому что это, в принципе, то, что и делает печь Технолит печами Технолит Первое, это их чугун Он не боится воды Это легированный чугун Второе, это запатентованная система парообразования О которой мы уже говорили То есть вам дает пар здесь не только камень, который внутри каменки Но и сама каменка за счет высокой аккумуляции Накапливает большое количество тепла Которое потом преобразуется в пар Ну и еще такая сугубо практическая вещь Но очень важная Вот эти порталы Все, которые мы можем наращивать Как правило, у всех производителей выполнены из стали И из-за этого дрова в них оставлять нельзя Здесь же он из чугуна И это сделано для того, чтобы при необходимости А как поры бывает, люди топят очень большими дровами Их можно уложить на всю длину портала И понимаете, если у вас там два портала, вы можете на два портала их класть Вот, из-за этого длина дров очень выгодно отличается от большинства производителей Если мы рулеткой вымеряем То увидим, что сюда можно положить 60 сантиметров Конечно, нельзя говорить, что в этом случае у вас точно не закоптится стекло Может закоптиться, если мы максимально близко долаживаем дрова к стеклу Но в данном случае уже более важен функционал То есть мы можем сюда вложить дрова длиной до 60 сантиметров А сделать это, в принципе, больше нигде особо-то и нельзя Если мы то же самое решим провернуть со стальным порталом Его просто поведет, он максимально быстро выйдет из строя Ниже у нас ниша для зольника Его тут сейчас нет, потому что он нам не нужен Еще один момент Это... Сейчас мы этот момент достанем У печей Технолит Это, в принципе, единичные банные печи, в которых есть дожиг дымовых газов В зависимости от модельного ряда Он может быть реализован по-разному Здесь он представлен в виде двух вот таких пластин По обеим бокам печи внутри камеры сгорания Как правило, эта функция, она есть только в печах-каминах, каминных топках В банных печах их обычно не было Но здесь их начали ставить Хорошо ли это? Однозначно хорошо Почему? С такой функцией горение становится более экологичное То есть более экологически чистый процесс Меньше загрязняется окружающая среда С другой стороны, увеличивается эффективность горения Возрастает КПД И это нельзя не отметить Ну и последний, немаловажный момент Это напрямую связано с тем, что печи сделаны из чугуна А что это значит? Большинство печей, которые сделаны из чугуна Они собираются на болтах То есть, если вы видели, у большинства производителей Это вот, собственно, чугунная печь представляет из себя конструкцию Из трех элементов, которые связаны между собой болтами В результате чего у нас при нагреве Болты стальные, не чугунные, они расширяются Эффициент расширения при нагреве у чугуна и у стального болта разный И что мы получаем в результате? Печь может лопаться, могут образовываться трещины Здесь эту проблему решили гениально Здесь просто нет болтовых соединений на корпусе Как они это реализовали? Вся конструкция собирается по типу паз гребень То есть, просто все складывается как конструктор И между собой все элементы скрепляются, промазываются герметиком Плюс они держатся под собственным весом печи И, собственно, прижимаются таким же методом В результате чего конструкция, она остается герметичной Она сохраняет полностью свою герметичность Но при этом, несмотря на какие-либо тепловые расширения Ничего у вас никогда не лопается И это, несомненно, плюс Именно поэтому печи этого производителя имеют срок службы в разы дольше Чем любые другие чугунные печи Еще один такой момент На самом деле это очень мало становится нужным на практике Но если вам необходимо немножко развернуть Само место для подачи воды, дверцу Это можно сделать Без каких-либо проблем, не двигая печку Это позволяет как раз таки то, что у нас круглая геометрия Мы просто можем все это делать вместе с каменкой Поменять под нужный угол Порой это бывает очень важно И это становится критической причиной при выборе Печи для бани Когда вот геометрия парного помещения Она такая, что нельзя сделать, чтобы стояло вот так Как стояло Оп Вот здесь так раз таки вот можно чуть-чуть сыграть Влево-вправо, куда вам надо Это, конечно же, здорово Что еще может меняться по косметике, собственно Сетка Сейчас у нас стоит сетка Тюльпан Называется Есть еще базовая сетка Мы ее покажем на картинке Вы ее будете видеть Мое сугубо личное мнение, что сетка Тюльпан красивее Еще красивее, когда мы берем такую же сетку На вот этот метровый шиберный модуль Все это закладываем каким-нибудь белым кварцем Это выглядит вообще просто космически красиво Есть еще у компании вот такие разные формочки Это не детям гулять Это чугунные тяжелые шишки Пирамидки Гранатки Кому что больше нравится Для чего это нужно? Если вы очень любите пар Очень любите, чтобы пара было много Вам хватит и того, что предоставляется в обычной комплектации с обычной каменькой Там очень большой запас теплоемкости Но если у вас ходит очень большой компания, например И нужно действительно увеличить теплоемкость Вы можете просто взять чугунные элементы и положить их на дно Однозначно можно сказать, что у чугунной шишки Аккумуляция будет выше И теплоемкость получается будет выше Чем у камня Даже если это замечательный жидеид тот же Следовательно, пара вы с нее получите больше Поэтому если у вас большая семья Либо очень-очень много друзей Есть смысл приобрести дополнительные аккумуляторы В виде шишек, пирамидок Чего-либо угодно, что в вашей душе угодно Ну и конечно же, для особых любителей прекрасного Можно в принципе снять все сетки И либо заложить это все Сделать корпус из кирпича Но здесь нужно знать технологию Просто если вы заложите кирпичом, вы испортите печь Вы испортите себе все ощущения от пользования печью Но если знать правильную технологию Вы можете обложить это кирпичом, как вам хочется Чтобы это было красиво Либо можно приобрести выпускаемую заводом Облицовку из натурального камня Здесь стоит сказать, что по облицовкам уже Отчасти это вкусовщина Кому-то нравится зеленый змеевик Кому-то нравится черный серпантинит с переливами Однако есть небольшая разница Например, облицовка из талькохлорита Она обладает очень высокой Как и из талькомагнезита, собственно За счет того, что вот эти вот породы Обладают очень высокой теплоемкостью Очень высокая теплоемкость становится и у облицовки С другой стороны Скажем, если мы возьмем тот же талькохлорит За ним чуть сложнее ухаживать, чем за змеевиком и серпантинитом Потому что он склонен к тому, чтобы пачкаться И его нужно мыть К счастью, мыть его не сложно Ухаживать за ним не сложно Но на нем легче оставить какие-то грязевые Такие потертости, жирные Вот, поэтому Есть тоже свои какие-то мелкие особенности Но все-таки основной плюс облицовок в том, что Имея облицовку, вы можете полноценно регулировать режимы в бане Вы можете использовать ее для того, чтобы создать паровую баню И также вы сможете без проблем получить финскую сауну, если захотите Поэтому облицовка максимально расширяет функционал печи Ну и плюс создает уже максимальную эстетику Вот, но опять же тут да Что касается эстетики, все на любителя А теперь уже отправляемся на объект И смотреть, как это выглядит и работает там, на месте Значит, вот здесь мы уже можем наблюдать авангард В его естественных условиях Комплектации ураган С выводом дымохода под 45 градусов По горным породам у нас здесь идет смесь В основании малиновый кварцит, потом габродиабаз И потом у нас шлифованный жидеид Внутри каменки у нас также находится закрытый шлифованный жидеид Две те самые паровые пушки, о которых мы говорили Здесь несколько преобразованы сами воронки Но суть от этого не меняется И вот здесь у клиента лежит такой соляной брикет Не очень правильно это сделано Мы его отсюда уберем Почему так делать нельзя? Потому что мы видим, что происходит, когда соль Лежит напрямую на печи Во-первых, появляются вот такие соляные подтеки на камнях Что не очень хорошо И во-вторых, все это попадает в печь Что также негативно на ней сказывается Поэтому соль использовать можно Но использовать ее нужно в какой-либо посуде водонепроницаемой Например, в мисочках из нержавейки Я напомню, что авангард рассчитан до 24 кубов Объем этого парного помещения примерно 19 кубов С учетом теплопотей Так раз мы выходим на те самые необходимые 24 куба Температура сейчас в помещении парном Составляет порядка 10 градусов И сейчас мы пойдем затопим печь И посмотрим, за какое время у нас получатся Те самые необходимые 45-50 градусов Для того, чтобы приступить к традиционной паровой бане Здесь у нас П-вторая дверка То есть добавлен верхний обдув Для того, чтобы стекло оставалось чистым Ну, собственно, что я рассказываю Вы сами все знаете Закладываем туда дрова Ну и все Сейчас осталось только ждать Так, друзья, прошел час Собственно, мы можем наблюдать На термометре Что температура поднималась до 40 градусов С учетом такой большой площади Каменных стен Плитки на полу Это хорошая температура И, в принципе, уже можно начинать париться Если мы говорим о постепенном прогреве Мягком Мы уже взяли водичку И начнем с того, что Все-таки послушаем Ту самую музыку паровых пушек Собственно, влажность сразу у нас начинает подниматься Это ощущается и в воздухе Об этом говорит гигрометр на стене И сейчас самое время, чтобы садиться на полок И постепенно Постепенно прогреваться То есть плавно от 40 градусов До 65-7 градусов Разогревать свое тело Периодически поддавая воду Очень приятно использовать в этом случае еще и масла Которым мы и будем сейчас пользоваться в процессе Если вы хотите такую же печь у себя То можете обращаться в наши компании Минска, Гомеля Вся информация будет в описании под видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok